привет сегодня исполнился ровно год как я уехал из россии целый год в эмиграции и сегодня я хочу поговорить о том чего я ожидал от этого года и что действительно произошло я выехал из россии 27 сентября сейчас покажу последние фотографии которые я сделал это арка в городе улан-удэ я выезжал из улан-удэ в монголию и что не изменилось за этот год так это моя любовь ходить и глазеть на просто на архитектуру на местные здания а вот это уже первая фотография сделанная за территорией россии это монголия это мой путь славный город улан-батор как я уже сказал я выехал 27 сентября и в дороге был всю ночь эти фотографии в монголии сделаны уже 28 там действительно люди живут в юртах ну ладно дело не в этом я хотел поговорить о других вещах перейдем к моим ожиданиям я был уверен что в какую страну бы я не приехал я всегда смогу относительно быстро открыть там какой-то бизнес дело в том что я толком по найму не работал своей жизни всегда был предпринимателем я не был неким олигархом там супер богатым человеком нет и просто привык работать на себя и мне казалось что я так или иначе везде смогу и это реализовать я чуть позже расскажу о том какой именно бизнес я планировал открывать уже здесь на территории штатов следующее мое ожидание это язык я был уверен что за год я смогу выучить язык и у меня честно говоря вызывало искреннее недоразумение то что люди прожив там типа 20-30 лет на брайтон бич все еще плохо говорят по-английски или вообще не говорят и мне казалось что год это такой срок что находясь в этой среде ты просто не можешь не заговорить по-английски следующим пунктом моих ожиданий была машина ну а как в америке без машины мы же все знаем америка на колесах америка страна машин и я был уверен что в ближайшие месяцы после моего приезда я обязательно куплю себе машину следующий пункт моих ожиданий это денежки я был уверен что за такой продолжительный период как год я уже разберусь здесь с тем как буду зарабатывать деньги да ну запущу какое-то дело бизнес небольшой и буду не только зарабатывать и обеспечить свои текущие потребности но еще и откладывать может быть отправлять деньги поддерживать своих родных следующее на что я надеялся я был уверен что в америке я смогу найти каких-то новых людей что заведу новые знакомства что у меня появятся новое вдохновляющее супер крутое окружение что я тут знаете буду такой гиперактивный буду работать буду со всеми налаживать связи знакомиться хотя на самом деле я тот еще интроверт следующее мое ожидание это но назовем словом рутина мы ходим в какие-то определенные магазины мы привыкаем своей рутине к своей дороге на работу к своей дороге с работы у нас есть какой-то в кафе в которой мы заходим у нас есть заправка куда мы постоянно заезжаем у нас есть к это кофейня где мы берем кофе это такие ежедневные действия из которых состоит собственно грабы ваша жизнь и вы выстраиваете так чтобы она была для вас комфортной привычной короче мне казалось что за год и полностью смогу свою эту капсулу в которой я живу воссоздать как это получилось об этом поговорим дальше ну и следующий пункт наверное он будет последним здесь это адаптация что я понимаю под адаптации под адаптации понимаю такое тоже комфортное комфортное взаимодействие с местными какими-то органами власти комфортное взаимодействие с местными больницами мне уже казалось что за год все узнаю где там какой мой врач Там какой-то у меня уже будет свой стоматолог, которому я доверяю, что уже будет двигаться или подходить к концу, или быть на середине, по крайней мере, мой процесс получения документов, что я как-то буду решать вопрос с легализацией. Мне казалось, что год это огромный срок, и все это можно вполне себе успеть и адаптироваться здесь полностью, то есть чувствовать себя уже здесь не туристом, а прям таким конкретным, опытным местным жителем. Что из вот этого вот я бы мог перенести вот сюда, в реальность? Что из этого реально сбылось? А сбылось из этого не так много, как мне бы хотелось. Давайте начнем с самого начала. Вот, например, бизнес. Какой бизнес я планировал открывать? Ну, вся моя деятельность, успешная более-менее деятельность в России, была связана с недвижимостью, со строительством, с продажей, и я почему-то думал, что именно в этой сфере я сразу же смогу себя здесь найти. Я понимал, что в стройку здесь зайти очень трудно, что для этого нужна куча лицензий и так далее, но я думал, что я смогу арендовать какой-то большой дом, сделать из него что-то типа хостела, сдавать посуточно, или сниму какие-то апартаменты на Манхэттене и буду туристам сдавать на Airbnb посуточно. Вот такой примерно у меня был план. Мне казалось, что он надежный, как швейцарские часы. Я не буду сейчас углубляться в тонкости, почему я этого здесь не сделал. Точнее, я не буду углубляться в тонкости, почему это здесь было невозможно сделать, или какие были риски, которые меня отвернули, например, от идеи с хостелом. Сейчас я только скажу, что юридическая сторона ведения бизнеса, связанного со строительством и даже со сдачей в аренду какой-то недвижимости, здесь она сильно отличается от наших реалий российских. И здесь это стартануть совсем не так просто, как оно есть по факту в России. Поэтому, к сожалению, те бизнес-идеи, которые я с собой привез, а бизнес-идея у меня была не одна, я не смог здесь реализовать, потому что либо это было вообще невозможно, то есть не уходя в какую-то серую зону, не совсем легальную, либо это было связано с такими финансовыми рисками, которые я просто не мог на себя взять. Прошел год, никакого бизнеса у меня еще не появилось. Да, кстати, важная поправка. Я не живу в Штатах год, год как я уехал из России. Я еще прожил месяц в Монголии, месяц в Турции, два месяца в Мексике. В Штатах я только восемь месяцев, но тем не менее, год это достаточно большой срок, и это своеобразное подведение итогов. Далее, язык. Язык это больная тема для меня. Самый главный мой навык – это разговаривать, общаться с людьми, договариваться о чем-то. Это, наверное, то, что я могу делать лучше всего. И, честно говоря, здесь я чувствую, что я лишился своего самого главного оружия, своего самого главного помощника, своего самого главного инструмента. Я не могу сказать, что я вообще не работаю над этим. Я, конечно же, работаю над этим, я учу язык. Но дело в том, что мой прогресс сильно отличается от того, что я думал, что смогу достичь в этом вопросе за год. Откровенно говоря, я не сильно далеко ушел от того уровня языка, с которым я приехал. И теперь, уже находясь здесь, в Нью-Йорке, я начинаю потихонечку понимать тех людей, которые, прожив здесь 10-20 лет, все еще плохо говорят по-английски или вообще не говорят на нем, потому что Нью-Йорк в этом плане, он людей развращает. Он дает все возможности жить здесь, нормально работать, нормально взаимодействовать, даже с государственными какими-то структурами, не зная вообще языка. Вас обслужат в банке на русском, в кафе на русском, в магазине вы купите продукты, где будет состав написан на русском языке. То есть, тот факт, что ты оказался в каком-то городе, где говорят на английском, это тебя вообще никак не приближает к твоему умению говорить самому. Не знаю, как у вас, если вы находитесь в той же ситуации, что и я, расскажите, как у вас дела с языком, но, скажу честно, я за год не сильно далеко уехал. Далее машина. Ну как же без машины в Америке? Ты что, живешь в Америке, у тебя нет машины? Ребята, в Нью-Йорке 60% населения не имеют машин. Этот город очень сильно отличается от всей остальной Америки, где по статистике 3 машины на 2 человека, здесь это вообще не так. Вся эта инфраструктура, которая здесь есть, она как бы вам намекает, что машина вам не нужна, вы будете очень много платить за страховку, вы будете очень много платить за парковку. Если где-то в Бруклине вот у нас здесь припарковаться, это вообще практически невозможно. Будете получать какие-то штрафы за то, что вы закрыли гидрант, за то, что вы встали в неположенном месте, ну а вам просто негде было больше встать. В моем случае, когда у меня нету какой-то такой разъездной работы постоянной, мне машина здесь как бы не нужна. Это мое ожидание по поводу машины тоже не сбылось. Следующее. Это денежки. Это, пожалуй, самое главное мое разочарование. Дело в том, что за эти 8 месяцев, что я нахожусь здесь, я так и не нашел какого-то способа стабильно зарабатывать хорошие деньги, такие, которые могли бы полностью закрывать все мои потребности и, как я мечтал, еще и помогать своим родственникам. На самом деле нет. На самом деле жизнь здесь дико дорогая. Заработки, которые есть на вот таких каких-то простых иммигрантских работах, они просто смешные. Кто в этом что не говорил, найти нормальную работу очень тяжело. И учитывая то, что люди постоянно пребывают, мне кажется, с ней становится только сложнее. Поэтому, если вы такой же наивный, как и я, и планируете, что вы, приехав сюда, сразу же начнете откладывать деньги, отсылать их своим родственникам, то, скорее всего, этого не будет. Так что имейте это в виду. И вот эти вопросы по поводу того, можно ли переехать с пустым карманом, когда у тебя 100 долларов, 500 долларов. Наверное, можно, но это будет суперэкстрим. Сработать тяжело. И иногда, даже спустя месяцы, человек все еще не может ничего откладывать. Это мое ожидание тоже не сбылось. Что касается людей. Повторюсь, я как бы такой, ну, интроверт. Я не то, чтобы сильно нуждаюсь в большом количестве общения с людьми. Но видите ли, я завел YouTube-канал. И эта штука настолько сильно стала прокачивать вот эти мои социальные связи. Скажу честно, в том городе, откуда я уехал, у меня было не так много людей, кому я мог просто позвонить и сказать, слушай, давай встретимся, попьем кофе, там, поболтаем. Все со временем куда-то поразъезжались, кто-то уехал в другой город, кто-то уехал в другую страну. Да, мы поддерживаем хорошие отношения, но они где-то далеко. Что касается Нью-Йорка, здесь за 8 месяцев жизни, у меня сейчас телефонные книги, я даже не хочу говорить сколько, но это кратно больше того, что было у меня в моем родном городе. Поэтому вот это я не просто выполнил, я это на самом деле просто даже перевыполнил. И этот поток, как бы, он только увеличивается, увеличивается, увеличивается. После выпуска каждого видео, которое более-менее нормально заходит, у меня приходит новое количество писем на почту, в Инстаграм, еще куда-то с предложением встретиться, обсудить какие-то вопросы или просто кофе попить. Я в основном отвечаю только на какие-то деловые запросы, где у человека есть какая-то идея, что-то делать совместно, как-то там зарабатывать, какие-то интересные проекты пообсуждать. Это одно из немногих, а может быть и единственное, что действительно пошло лучше, чем я ожидал. Следующие два пункта я объединю. Адаптация и рутина, да, это моя возможность как-то наладить здесь быт, это моя возможность как-то наладить здесь взаимодействие с государственными структурами, с больницами и так далее. Да, я уже, конечно, что-то узнал. Какие-то тут уже изучил районы, какие-то получил документы, но вот это ощущение, что типа я тут все знаю, что могу показать тому, кто приехал там вчера, все вообще разложить, рассказать, такого вообще ни разу нет. Есть еще очень много вещей, с которыми я не разобрался, да. Я еще не разобрался с этими моментами там формирования кредитной истории. Я только-только вот недавно получил SSN, и то он у меня там еще без work authorization. И так далее. То есть это можно продолжать. На самом деле вот эти представления о том, что я могу сделать за год, они оказались очень сильно преувеличены. То есть я как будто бы представлял, что я какой-то супер человек, но оказалось, что я абсолютно обычный Костя, которому так же сложно, так же может быть какими-то местами непонятно, страшно вообще, что делать, и абсолютно некого спросить. Для чего это видео? Во-первых, я вам рассказываю, да, делюсь своим опытом, и, может быть, пытаюсь предостеречь вас от того, чтобы вы себя не загоняли, чтобы вы понимали, что если там вы за год не выучили язык, не стали миллионером, или не чувствуете себя здесь, как человек, который прожил всю жизнь, что вы там по-прежнему еще путаетесь, где-то не знаете, кому обратиться и куда пойти, я просто хочу сказать, что это нормально. Я такой не один, вы такой не один, все мы испытываем плюс-минус одно и то же, проходим плюс-минус те же самые этапы, и, может быть, кто-то проходит их быстрее, кто-то медленнее, но самое важное, чтобы сохранить свое какое-то здоровье, психологическое, значит, и физическое, пожалуйста, не загоняйте себя. Вот видите, сколько человек всего ожидал, и вот у него что-то вот, ну, чуть-чуть начало получаться, да, поэтому не парьтесь, мы все двигаемся в своем темпе, верим, что у нас все получится, но пока что все получается, скажем, не так быстро. Человек всегда переоценивает то, что он может сделать за год, и недооценивает то, что может сделать за пять лет. Свою адаптацию, свое вот это построение, рутины каждодневной, я тоже, к сожалению, переоценил, и это как бы, ну, не совсем исполнилось. Итак, с этим я заканчиваю. Здесь было то, что я ожидал, и вот это вот не произошло. Я ожидал, и не произошло. А теперь мы переходим сюда. Здесь будет то, что я не ожидал, но оно все-таки произошло. Первое, что я не ожидал, когда выезжал из России, так это то, что я стану блогером. То, что я заведу YouTube, Telegram, а теперь еще и Boosty. Кстати, да, у меня появился Boosty. Ссылка на мой Telegram и на мой Boosty будет в описании. Что такое Boosty? Boosty – это дополнительная площадка, где вы получаете дополнительный контент и поддерживаете меня как автора. На сегодняшний день там уже есть видео с рум-туром по моей квартире, а также одно архивное видео из Мексики. Если хотите получать больше контента со мной, а также поддержать меня как автора, welcome на Boosty. Чего я не ожидал, но оно произошло. Это отрицание. Я объясню, что это. Отрицание напрямую связано с процессом адаптации и с построением рутины. Отрицание – это когда твой мозг говорит, здесь все неправильно, так не должно быть. Эти люди живут неправильно, они загнивают, у них неправильная культура, у них неправильная мораль. Вот это отрицание. Прежде чем принять что-то, человек проходит через гнев, торг, депрессию и только потом переходит в принятие. В некоторых аспектах этой жизни, жизни в США, жизни за границей, у меня уже пришло принятие, что-то я принял. Но по некоторым пунктам я все еще испытываю отрицание, по некоторым испытываю гнев, по некоторым у меня сейчас идет депрессия. Но в конце концов, если верить психологам, мы все-таки придем к принятию. Важно принять тот факт, что я не могу поменять эту страну. Так вот, говоря об отрицании, заканчивая эту мысль, я почувствовал на себе, как я прямо отторгаю эту культуру, пытаясь, как бы, знаете, какой-то свой кокон создать такой вот и жить в том, что я привез с собой. В своих убеждениях, в своей какой-то культуре полностью замкнуться в ней. И здесь, к сожалению, есть только один путь. То есть, ты действительно хочешь адаптироваться, отовлиться в это. Ты можешь только принимать какие-то осознанные усилия для того, чтобы самого себя как бы ломать, разрывать этот кокон, выходить из вот этой зоны комфорта и все-таки встраиваться в эту культуру. Но нельзя не сказать об этом, отрицание оно есть, и с ним, если вы хотите адаптироваться, нужно бороться, и этот процесс борьбы с самим собой, он, как правило, очень болезнен. Следующее, чего я не ожидал, или ожидал не в такой мере, как оно есть, это тоска. Вот что я имею в виду. Понятное дело, что самая главная боль, это тоска по близким, это мои родители, мой брат, это самое жесткое, что ничем нельзя заменить. Но что для меня стало открытием, что я, например, могу тосковать по каким-то вещам. Я считал, что я максимально не привязан ни к каким вещам, ни к каким местам, и я никогда не переживал, что у меня что-то ломается, что-то теряется. То есть, для меня вещь, это то, что служит человеку, и если ее там нету, все, ты заменяешь другое, никогда не испытывал привязанности к вещам. Но есть одна вещь, думая о которой, иногда у меня наворачиваются слезы на глазах. Я вам сейчас покажу, готовы отписываться. Это мой Хаммер. Это старый кусок железа 2002 года, который... Это не дорогая никакая машина, никакая не роскошь. Это просто... Не знаю, его невозможно купить в здравом уме. Такую штуку покупают сердцем. Это даже не автомобиль. Это... Я не знаю, что это, как это назвать. Но когда я смотрю на него, я так скучаю. Просто жесть. Я не думал, что я могу скучать по вещи. Его уже нет, он продан. Машины, которые у меня были раньше, я продавал, потому что, ну, я понимал, что все, эту машину я перерос. Я наигрался. А здесь, у меня, наверное, какой-то незакрытый гешталь. Я как ребенок, у которого забрали игрушку. Я еще не наигрался в этот Хаммер. Фух, это грустно. Это максимально дурацкая машина. Вообще нерационально. Не покупайте Хаммер. Ну, головой его вообще невозможно купить. Его покупают сердцем. Разговор о том, что иногда начинаешь скучать по каким-то вещам, по которым ты даже не думал, что можешь скучать. Поэтому здесь висит стикер с тоской, и я просто хочу предостеречь вас, если вы соберетесь делать то же самое, что и я. Будьте готовы к тому, что вы начнете скучать по каким-то совершенно неожиданным для вас вещам. Ну, и последний пункт, о котором я хотел бы сказать. Это не то, чтобы было там мое ожидание, или я не ожидал этого. Я просто об этом не думал. Я написал так. Плюсы, минусы и компромисс. За последний год, за год, что я не живу в России, я успел пожить в четырех странах. Я месяц пожил в Монголии, два месяца пожил в Мексике, месяц пожил в Турции, и вот уже восемь месяцев живу в Штатах. Я и до этого посещал другие страны. Я был в Японии, в Корее, в Мьянме. В общем, мне есть с чем сравнивать. Куда бы вы ни приехали, вы везде найдете и плюсы, и свои минусы. Переехать и даже остаться, это в любом случае будет компромисс. Идеального места не существует. Понятно, что если где-то там есть угроза вашей жизни, здоровью или свободе, то все остальные минусы других стран, они уходят на второй план. Я говорю о другой ситуации. Если мы просто меняем одно хорошее место на другое хорошее место, которое нам просто кажется, что будет лучше, оно будет лучше в каком-то одном аспекте, но в другом может быть и похуже. Я, в принципе, и раньше придерживался этой точки зрения, что рая на земле его как бы нету, но сейчас я только убедился в этом. И, как я уже сказал, повторюсь, переехать куда-то или даже остаться где-то, это всегда будет компромисс. В конечном итоге мы просто выбираем, наверное, тот компромисс, на который мы готовы пойти. Вот такое получилось видео. Небольшое подведение итогов моего года нахождения в эмиграции. Приглашаю вас в комментарии, обсудим ожидания, обсудим реальность, можете делиться своим опытом. Ну а я на этом прощаю. Ссылки на новую для меня площадку Boosty и на уже привычную нам всем площадку Telegram находятся в комментариях. Приглашаю вас и туда, и туда. До скорого!